А нету виски с кулой? Ладно. Всем привет! С вами самка Богомола. Можно просто Вика. Я топ-мастер перманентного макияжа, владелец своей студии перманентного макияжа. Счастливая жена и мать двоих прекрасных деточек. Кто-то идет. Привет. У тебя выпускной? Ну, если только у твоей дочери. Я Марьяна Басманова или aka Марьяна Квин. Я главная красавица Саратова. И этот прекрасный титул теперь мой. У тебя белый или черный цвет волос? А ты оригинальна. Утю-тю. Умею. Столько же оригинальна, сколько и силикона у тебя. Вика откровенно пытается молодиться. В ее возрасте уже надо сидеть дома, варить борщи и все. Тотальная гамарджоба, девочки. Привет. Гамарджоба, меня зовут Гиллава. Мне 19 лет. Я живу в Москве. Я творю, я зарабатываю на музыке. Это Тимати? Да, и Джарахов. Сзади два охранника. Каких охранника? Что они охраняют? Что-то могут украсть ее цепь или затычку, которая висела у нее на шее? Это охрана? Да, да, охрана моя. Бодигарды. Понятно, почему их два. Утащить смогут только двое. Как мамонт прискакала, упала, что-то хочет. Непонятное, аляпистое нечто. Мне кажется, просто ты, когда устаешь ходить, они просто тебя несут. Да, так тоже бывает. Я девушка востребованная. Мне нужно ходить с мужчинами. То, что им не нужно ходить с мужчинами, и на них никто не обращает внимания, никто на них не смотрит, это сугубо их проблема. На чем у тебя цепь держится в носу? С божьей помощью. А когда ты высмаркиваешься на выскоке? А я не болею. Если мой сын в 19-20 лет приведет ко мне на знакомство подобную девушку а-ля Гилара, то я попрощаюсь, наверное, со своим сыном. А Антошка и Татошка так и будут стоять или все-таки освободят? Слушай, да, пацаны, тут вообще опасности никакой. Девочки какие-то овощные. Давайте за кофе. Я смотрю, у нас, значит, тут силиконовая долина и мир бодипозитива. А ты будешь доской у нас сегодня. Это было просто два нищебродских фрика. Одна килограммов 20, другая килограммов 120. Что с твоей обувью? Неужели нельзя было их помыть? Ты дурочка, это как гуче. Мы специально с пацанами вчера ночью сидели. Вот правильная приставка как? Какая кошмар. По мусорке били. Смотри, мои грязные кроссовки выглядят лучше, чем твое лицо. Объективно? Объективно. Это стиль. А ты утиль. Ладно, кроссовки этой гелавы, но когда я посмотрела чуть-чуть дальше, то это просто, извините, п***ец. Там просто ковер. Комар, если захочет укусить, там реально он не пробьется через этот ковер. То есть у нее просто волосатые ноги. В 19 лет ходить такими ногами в таком виде, это стыд и срам. Просто. Че, а че за сережки? Где взяла? У бабки отрыла? Спокойно сняла? Не знаю, что. Меня больше корона интересует. Какая-то дешманская корона на голове из киоска, где продают журналы. Какое-то ритуальное платье на ней. Меня критикует человек, сцепьет собаки. Я главная красавица Саратова. Звучит не ультрапафосно. Саря, я из области. Ну, королева Саратова, в это я верю. Но дальше Саратова не пошла. Конкурс был международный, он проходил не в Саратове. Между народами Саратова? Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Ты уже, по-моему, нах***лась. Грубиянка, неотёсанная. Они ещё смеялись, что я с Саратова. Вот у нас таких даже по Саратову не ходит. В этом конкурсе, я не знаю, кроме тебя участниц не было? Ты так мутюкаешься? Более ста участников. Я мировая красавица 2022. Это был международный конкурс, который проходил в Сочи. Привет, девочки! Как ваше настроение? Всё хорошо. Великолепно. У вас есть 15 тысяч рублей и 3 часа на шоку. Ну, 15 тысяч меня не смущают. Я одеваюсь в пределах двух. Я готова озвучить задание. Очень волнительная и очень ответственная. Я даже вам, если честно, не завидую. Потому что перед этой встречей надо хорошенько подготовиться и хорошенько подумать, что же надеть. Ведь это бранч с самим Даниилом Грачёвым. О, мой гад! Я не знаю, что такое бранч. Я не была на бранче. Ланч, ланч. Но я думаю, что нет. Ланч – это ланч, а бранч – там есть что-то другое. Или это какой-то коктейльный ланч. 15 тысяч рублей. И, в принципе, теоретически возможно найти хороший лук. Но не к Данилу Грачёву. Так что, девочки, пожалуйста, хорошенько подумайте. Подберите всё самое модное, самое трендовое и актуальное. А я вам желаю удачи, хорошего шопинга и до встречи на дефиле. Спасибо. Я богиня шопинга, потому что я с самого детства воспитываюсь в смеси великолепной музыки и мирового искусства. Стиль течёт по моим венам. Я богиня шопинга, потому что я всегда одеваюсь красиво. Я не могу выглядеть плохо. Просто потому что видно, что гелава – это фирма. Премьера. Они влюблены и подписаны на них в соцсетях. И теперь они встретят их в реальной жизни. «Чума вечеринка» и «Холидей бой» устроят идеальное свидание с блогером. «Внимание, начали!» «Ой, какие-то что происходит, ребята!» «Ты такой смелый!» «Это да!» «Это шоу-краш!» «Ты будешь у него в директе». «Смотри на Ютьюбе «Пятницы». Дорогие друзья! Во-первых, вам приятного аппетита, потому что смотреть это и не есть невозможно. Это как классный сериал, как Серкан Булат, как Эдаил Диз. А, как какая-нибудь Дорама. «Отель Дель Луна», например. Сейчас все сериалы телеканала «Суббота» перечислил, да? О, Гамар Джоба Генацвали! Добро пожаловать в мир красоты и музыки. Заходите, раз пришли. Меня зовут Гелава, мне 19 лет, я занимаюсь музыкой. Этот якорь морской, который с ноздри у нее висит. Это что такое? Это ключница. Похоже на цепочку, которая вот затычка для ванной крепится. Я родилась в Москве, но я грузинка. Ого, как вы здесь-то оказались? Ну, ладно. У нее что? На дверях внутренность гроба? Короче, это моя комната. Все, что я люблю в этой жизни, это музыку и бухло. Соответственно, вот моя музыка, вот мое бухло. Кстати, история вот этой чудесной бумажки. Зашла в туалет в самолете. Очень она мне понравилась. Я решила забрать ее домой. Получается, отодрала в туалете самолета. Гелар, ну у тебя же там вот прям плакат. Просим соблюдать чистоту. Ты бы хоть сама его почитала бы, а? Моя работа, моя профессия, это музыка. Я музыкант. И мне нужно сделать все, чтобы в этой сфере зарабатывать много денег. Тебе нужно сделать тест на ковид. Ты шмыгаешь носом. Пожалуйста, задумайся. Я жрала пачками в весах, чтобы отвес был на весах. И самый главный мой страх – лишний 100 грамм. Я жрала пачками фура, потом меня взбила фура. Голова болит, доктор Айболит, он мне говорит. Господи, какая жизненная песня. Я поставлю ее себе на звонок. Это шарф Луи Виттон. Смысл покупать вот это вот все ЛВ, если вот так вот пренебрежительно с ним обращаться. Он же будет похож на обычную тряпку с базара. Надо аккуратно выделить специальное место на полочке. Вас, наверное, интересует вопрос, зачем здесь эти вешалки? А я вам на него отвечу. Моя жизнь – это театр, а театр начинается с вешалки. Она похожа на Александра Морозова. Из кривого зеркала. Вот пчелку, которую играл. Как будто его брат-близнец. 19-летний. Моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра возила шубы из Греции в Россию и продавала их. Собственно, одна не продалась, а села на дне, ее носила моя мать. После моей матери ее ношу я. Ты руку в карман, если этой шубе засунешь, там у тебя будет и огрызок, и шпротина какая-нибудь, и бутерброд недоеденный. Причем, знаешь, с 87-го года. Это платье с моего выпускного, на которое я очень сильно не хотела идти. Такое ощущение, что она в этом платье ела борщ. Она попадала, уразлился, и вот этот вот принт получился красный. Я ее, кстати, сишкой прожгла. Тут где-то я на первом курсе училась. Есть дырка от сигареты. Очень горжусь ей этим. Эта вещь стоит 10-11 тысяч где-то. Это винтаж, такой кружева, очень красивая. Мне кажется, во-первых, слово «вещь» нельзя использовать по отношению к вот этому черти чему. Я хожу в ней на концерты, потому что мы на концерты больше не ходим в танцпол, и можно одеваться красиво. Мы теперь ходим только на вип-ложи. О, это же стиль Франкенштейна получается. Если сделать вот так, видно, что там происходит. И обычно я эту вещь ношу без стопиков и без лифчиков. Но сейчас просто пришлось надеть ради какого-то приличия. Но я решила не надевать к ней штаны. Я надеюсь, ты ко мне на бранч тоже знаешь, если придешь, чтобы все-таки как-то что-то там прикроешь. Мне надо какой-то дресс-код на бранч установить, потому что вот так вот если... Здрасте. Знаешь, я такой супергостеприимный человек. Угу. Уходите. Меня в этой вещи первый раз приняли в отделение полиции. Вторая вещь, в которой меня приняли в участок. Потому что один раз я вышла на улицу просто типа... Ну, в белье и в этом платье. Но платье же на мне было-было. Курочка, ну мы же не на Мэтт Галла живем. Мы живем в Москве. Тут у меня задранные коленки могут в отделение полиции как бы ну сигануть. А ты сиськами голыми вышла. Белье какое хотя бы было? Виктория Сикрет? Или белорусский трикотаж? Ну а сейчас мы продолжаем наше путешествие. Из мира музыки отправляемся в мир моды. Женщина, а вы из мира музыки в мир моды с грязной головой собрались? У нее же прям волосы. Вот их если выжать во фритюрницу, то можно картошку фри прожарить. Или наггетсы. Бранч с главным модным экспертом проекта – это сложно. И выглядеть надо соответствующе. Но нету такой задачи, с которой не справилась Багилава. У нее пирожок? Я думал, мне показалось. Так на бранчка мне собралась? Она есть пирожок с горохом? Что там, ливер? Яйцо, лук? Вот я выйду, и вот Данила скажет, ну что это за горчичный шлепок, а? Ты что, хоть раз видела, чтобы я разговаривал с кашей во рту? Да, я не знаю, что это шлепок. Этот лук я называю «Мама собрала зимой в детский сад». Значит, у нас тут шерстяное платье, на шерстяном платье сарафан, носки и меховые колготки. Мне нравится, он просто практично мыслит, действительно, ничего не замерзнет, ничего не промокнет. Ну и как бы ничего хорошего в этом тоже нет. Также в этом луке можно еще и в бассейн, потому что ткань у нас не промокает. Интересно, а что у тебя предположительно должно замерзнуть на бранчо с Даниилом? Если только наоборот станет душно. Гелава, в этом образе однозначный тренд – это трикотажное платье. И посмотри, когда ты этот яркий цвет дополняешь, ну, скажем так, ты назвала это сарафаном, но скорее это что-то типа жилета вот сейчас именно выглядит, ты становишься визуально стройнее. Даниил Грачев – это мужчина с прекрасными волосами. Зай, если ты свои помоешь, у тебя тоже будут шикарные волосы, если не будешь их постоянно обесцвечивать. Такой мужчина я не могу, ай-бэ, я просто таю. Так и пришла бы, понимаешь, с какой-нибудь похловой, с черчхелой, там что-нибудь, да, с ацивей, купатой, понимаешь, шашлычок, ну, как-то не с пустыми руками. Нет, пришла вот эта вот, и пирожок еще сама съела. Вот это Даниил бы точно заценил. Ля. Он меня, как в этом увидит, у него волосы отпадут сразу. Да я, знаешь, после твоего гардероба еле держится, я уже несколько прядей приклеил. Боди – такая опасная вещь, когда ты ее надеваешь где-то в общественной раздевалке, это выглядит крайне нелепо. Ты стоишь и что-то там себе колупаешь, а по факту ты просто застегиваешь боди. Поэтому она, наверное, и решила не застегивать. Этот лук нестандартный я назову… Идешь с утра пописывать в деревенский туалет, который на улице. Блин, как ты точно вспомнила задание нашей программы. Мы же именно собираемся на сие мероприятия. Я выбрала это все, чтобы удивить Даниила. Как бы лосины, он сразу поймет, что я люблю спорт. Смесь группы Spice Girls, которая сидит на бургерах, в перемешку с покеболом, из которого Пикачу вылезает. Потом вот такая вечерняя кофточка, чтобы он понял, что я собиралась все-таки на бранч. И такой интересный вот бодуар-пеньюар, просто чтобы он понял, что я игривая. И чтобы он понял, что во мне есть что-то итальянское. Елав, мне кажется, что у нас в задании не было какой-то дополнительной опции. Ты приходишь ко мне на бранч, и я помер. А вот если ты хочешь добиться именно этого эффекта, ну, что тебе сказать? Приходи в этом костюме. Пусть этот грех будет на твоей совести. О, Люська! Ее-мое! Привет, красотка! Просталось буквально несколько минут до окончания шопинга и твое задание найти канатье. Подсказками пользоваться запрещено. Удачи! Что такое канатье? И это, наверное, игра по перетягиванию каната? Канатье. Что это такое? Канатье – это соломенная французская шляпа с узкими полями. Само слово канатье переводится как «гребец». И впервые их использовали гребцы или гондольеры для того, чтобы защититься от солнца. Это мужской головной убор. Популярным он стал в начале 20 века и в женский гардероб перешел с помощью Коко Шанель. Она очень любила эти аксессуары и до сих пор такие шляпы можно встретить в коллекциях бренда. Что это? Это сумка? Это шапка? Это шар? Это же не могут быть вот эти? Нет. Ой. Канатье. Я считаю, на мой взгляд, это самое лучшее канатье, которое я могла бы найти здесь. Я считаю, что я справилась. Да, возможно, я выгляжу как дура, когда я не знаю, что такое канатье, а еще и в этой шапке. Но мне кажется, я справилась лучше, чем могла бы. Извините, девочки, но в этом блоке Данил Грачев будет видеть только меня. Заюз, поверь мне, он в любом луке будет видеть только тебя. Не, ну вот хоть дверь какая-то приличная. Может, там человек приличный. Может, действительно, позову ее на бранч. Доброе утро. Добро пожаловать в модный дом самки Богомола. Почему самка Богомола? Она что, съедает своих партнеров после того, как с ними там, ну... Сами понимаете, что. Меня зовут Виктория Богомолова. Никнейм самка Богомола. Я думаю, что сразу все понятно, почему самка Богомола. Первый день отдыха в Турции. Мы с мужем сходили в клуб, и после клуба я плавала в этом платье в бассейне. Ой, я так тоже делала. Я называю это безрассудством. У меня всегда вот на отдыхе наступает такая стадия, когда после искотеки я кричу «Безрассудство!» И с разбегу прыгаю в бассейн. Да потом нас выселяют со штрафом. Но это уже какая разница. Безрассудство было, было. Я топ-мастер перманентного макияжа. Живу в Москве. Имею две студии перманентного макияжа. Также провожу обучение. С виду это просто платье. Интересно, но на самом деле что же это такое? Дирижабль? Что это? Подводная лодка? Вертолет? Это штаны. Но на самом деле ткань цвета отражающая. Покупала я это платье для ночного клуба. Вообще-то вещи из цветоотражающей ткани покупаю для ремонта дорог, а не для клуба. Моё самое любимое платье – это Филипп Лейн. Но спасибо, что хоть не сказала Филипп Лейн. Также сумочку я покупала для церемонии вручения награды к самому лучшему мастеру перманентного макияжа. Кто больше бровей набьёт на одном лице, как они соревнуются? Или кто больше губ сделает? Или как? В котором, конечно же, победила я. Сама эту премию придумала, сама её провела и выиграла. Всё. В этом платье я больше никуда не ходила. Оно у меня висит как... Висит как... Ну, как что? Как что? Как висит груша, нельзя скушать. Покупала я это платье в Таиланде. Мы отдыхали с мужем и снимали в этом платье хом-видео. Хом-видео? Я бы после такого не пошёл к ней в салон. Я хотел брови сделать, не пойду теперь. И губы делать не пойду. Вообще к ней не пойду в салон. То знакомство с моим мужем, как бы финансы были, понятно, другие. Мне кажется, моя супруга тогда во мне должна говорить. До знакомства со своим мужем финансы были совершенно другие. Я была богатая, обеспеченная, миллиардерша. Пока не встретила его. То есть меня. Это прекрасное платье я купила для романтического свидания, на которое меня пригласил на тот момент мой молодой человек. И на этом романтическом вечере мне сделали предложение. Я получила прекрасное кольцо-кортье. Там сразу понятно, что если он тебе не сделает предложение, то ты, как самка богомола, ему не тушу, голову откусишь. Ты там ещё кое-где покусаешь. Одевала я его только один раз. Возможно, ещё надену. Мне не нравится. И что ты мне сделаешь? Платье ультрамодное. Этот тренд постепенно отходит. Возможно, если бы был другой материал, предположим, это была бы какая-то однотонная вариация этого платья, его было бы легче сейчас использовать и вписать в гардероб. Но, как яркое воспоминание, которое ещё принесло тебе кольцо-кортье, поздравляю тебя, неприятная девочка. Платье а-ля Мэрилин Монро. Я его просто обожаю. Я его шила сама, своими золотыми ручками. У нас была фотосессия. Фотосессия в стиле... Фотосессия в стиле одуванчиков. Что за фотосессия в стиле одуванчика? На тебя кто-то дунул, и ты разлетелась в разные стороны или что? Потому что у нас было много ваты в студии. А теперь самка богомола отправляется на охоту за самыми лучшими вещами. 15 тысяч рублей не предел моих мечтаний, конечно. Но я что-нибудь найду. Боже, какая красота! Посмотрите, как красиво! Я так хочу такое примерить! Я выбрала этот наряд, потому что я считаю, он идеально подходит для бранча с Данилом Грачевым. Мне нравится этот наряд тем, что абсолютно сочетаются цвета. Ты идешь на бранч со стилистом. Здесь нужно вдвойне просто приложить все усилия, чтобы выглядеть стильно. А вот это вот, там зебра. Здесь у нас, что там кожаная у нас бывает? Змея какая-то. Ну, давай еще поработаем над образом. Нету лишних никаких деталей. Он в меру тепленький. Если вдруг будет жарко, можно снять жакет. Я думаю, Данил Грачев оценит мой наряд. Я думаю, что Данил Врачев... Врачев? Я думаю, что Данил Врачев будет все-таки надеяться, что ты сосредоточишься на приеме пищи, а не на Даниле Врачеве. Я не большой фанат анималистичного принта, но в данном случае он смотрится очень уместно, потому что здесь не прямое, скажем так, цитирование принта Тигра, а здесь есть другой оттенок, такой вот голубоватый. И поэтому это выглядит, ну, не столько натуралистично, скорее, сколько фаново. Если бы у меня был бы выбор, кому же пойти из трех экспертов на бранч? Никакого выбора. Стройными рядами маршируем в сторону моего модного бранча. Тоже мне тут сейчас договоримся. Понимаешь еще? Не понять до чего. Может, а еще они мне оценки будут выставлять? То я бы, наверное... Не смогла бы сделать выбор, потому что я выбрала бы всех троих. Украла? Простите меня, пожалуйста. Мой наряд называется «Бабушкин наряд». Почему я выбрала именно его? Я хочу Данилу напомнить о его бабушке. Вик, а ты можешь в комплекте с этим костюмом, чтобы я лучше вспомнил о бабушке, завещать мне свою квартиру, какие-то еще украшения, драгоценности, какие-нибудь, может быть, знаете, произведения искусства, деньжата. Я так о бабушке сразу вспоминаю, когда речь заходит о наследстве. Я думаю, что он смягчится и оценит мой наряд. Почему он так уверен? Может, у них были плохие отношения. А она так похожа на его бабушку, а вдруг он зарасплачется, скажет «Нет, нет, только не хворостину». В таком наряде можно пойти куда угодно. В дом престарелых, можно в собес, можно пойти к госполком. Можно пойти в кино, можно пойти в ресторан на свидание, можно пойти в библиотеку. Отличный костюм. Вот прям замечательный. Ничего, в принципе, общего с темой бабушки я здесь не наблюдаю. Наоборот, он очень стильный и действительно модный. И вот хороший пример, когда такой графитовый оттенок дополняется ярким верхом в виде этого пальто. Действительно получается отлично. Привет, красотка! Осталось буквально несколько минут до окончания шопинга и твое задание найти канатье. Подсказками пользоваться. Запрещено? Я знаю, что такое канатье! Я знаю, что такое канатье! А вот и она, вот и она, моя родная! Плюс один балл. В любом случае, я выиграла этот конкурс! А если выберешь плохой образ, то на бранч тебя не пущу. Поставлю тебе ноль в финале, вот и будет у тебя один балл за канатье. Ну что, Даниил, я спешу уже к тебе. И теперь на твоем бранче будут две фэшн-иконы. Это ты и я. Пока! Продолжаем ходить по хаткам, инспектировать, кто придет ко мне на бранч. Вот, здрасте! Это вы, я вас ждала. Я, честно говоря, не ждала. Даже немножко страшно. Хотите посмотреть, как живет самая красивая девушка Саратова? Ну что ж, проходите. Я Марьяна Квинн. Или же Марьяна Басманова. Я графический дизайнер по образованию, начинающий музыкант. И я выиграла конкурс «Мировая модель». Не, ну а кто там еще соревновался тогда, я не понимаю? Урсула из «Русалочки», «Баба-Яга», «Кикимара», «Леший», «Водяный». Ну кто там еще должен был быть, чтобы вот эта вот радиоактивная эмоэффициента победила? Но на самом деле вы не увидите, как живет самая красивая девушка Саратова. Потому что она живет в Саратове. Все, что я знаю про Саратов, это что оттуда холодильник моего деда. А здесь, в Москве, вы в моем холостяцком логове. Но ничего страшного, у меня даже здесь есть, что вам показать. На колоночках располагаются мои призовые ленты. У меня такая же лента была, когда меня подружка пригласила быть свидетельницей на свадьбе. Раньше, помните, вот в подъездах эти выкупы, где нужно было в тазу стоять, там из поцелуев на ватмане выбрать самый красивый. Ого, в такой же ленте я была, помню. Финалистка, участница конкурса «Мировая модель» и мировая красавица, победительница. Не человек, а французская баллонка. Призовые ленты, кульки. Вы заметили, в чем я вас встретила? На самом деле, чаще дома я хожу вот в таком халатике. Надеюсь, сейчас она его не наденет. Этот халатик я ношу либо на голое тело, либо с бельем. И вот однажды, когда я была в белье и в нем, я заказала покушать и вообще забыла, как я выгляжу. У меня была запара по работе. Открыла дверь, ошалевший взгляд курьера. Быстро передали друг другу вот деньги, продукты. Жалко, пацана, жалко. Да я думаю, что он в шоке вообще в принципе от того, что он тебя увидел. Ну где он еще увидит мировую красавицу? Мировую модель? Какие там пеньюары? Он просто как увидел. Та о чем ты? Я из страшной русской сказки. Вот это Моль почикала ее. Все дырявое, колготы дырявые, платье дырявое. Это платье нельзя надеть на улицу в таком виде. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. А если ты придешь ко мне на бранч с битой, то знай, бейсболом я занимался. А я правда занимался бейсболом. Саратове в таком на улице нельзя. А еще на нем дебильные пуговицы. И пока я их застегну, я уже никуда не хочу. Сейчас это скорее какой-то карнавальный образ, при этом все не самого лучшего качества. Знаешь, такое впечатление, что ты праздновала в этом так недельки две хорошенечко. Но можно взять это платье и его обыграть более спокойными аксессуарами. И тогда, знаешь, даже на улицу Саратова в нем можно выйти. А это мое самое любимое, на самом деле, роковое красное платье. А вот только сейчас задумалась, красное роковое от слова рак. Типа раки же красные, когда их варишь. Один из самых моих любимых образов. Ипотирующий. Знаете, как часто я слышу на улице девочка, у тебя колготки рваные. Каждые секунд 30. Раньше такой лайфхак был, когда чуть-чуть колготки порвались, чтобы стрелка не поползла, нужно было их лаком подмазать и все. И дырочка закреплялась. Здесь уже ничего не поможет, здесь только целиком ведро с лаком опустить и все. На самом деле, мне мое тело нравится. Оно такое утонченное, легкое и в подобном одеянии максимально меня вытягивает. Если правильно меня сфотографировать или снять, может даже показаться, что не метр пятьдесят. Ой, не, ну если правильно сфотографировать или снять, то знаешь, фотоаппаратов тоже Джи-Джи ходит. Ну что ж, пора обновить гардероб. Я отправляюсь на шопинг. Пятнадцать тысяч рублей, три часа и мой невероятный вкус. Сегодня у меня есть все, чтобы выиграть. Мне кажется, Даниилу понравится такая расцветка. Немножко ретро. Во-первых, такое впечатление, что она мне подарок выбирает. Во-вторых, и что дальше? Немножко ретро. Ты что намекаешь, что я немножко ретро? Я считаю, на бранч не стоит приходить в откровенных клубных платьях коктейльных. Больше закрытого тела, больше стиля, больше сдержанности. Надо держать себя в рамках приличия, мы же все-таки леди. То есть, ты ко мне на бранч не придешь, соответственно. Потому что вряд ли у тебя получится сделать все то, что ты сейчас сказала. Этот образ я бы назвала последние лучи солнышка из вот этой яркой сумочки. Господи, этот образ я бы назвала пугало в огороде. Правда, вот ворон отпугивает в самый раз. Мне кажется, этот образ должен запомниться. Он сдержанный, утонченный, элегантный, при этом очень модный. Посмотри, классические базовые вещи как могут хорошо смотреться и как хорошо сочетаются. И здорово, что здесь есть действительно такой яркий цветовой акцент. И очень хорошо, что этот желтый цвет ничем не поддерживается. Он просто самодостаточен. Я не обхожу внимание мой мужской отдел и подростковый, и даже детский, потому что мой рост метр пятьдесят три, а вес сорок килограмм. Это параметры двенадцатилетнего мальчика. Я в 12 лет девяносто весил. И рост у меня был метр семьдесят. Прикинь, до двадцати шести я только на пять сантиметров вырос. Утро во Франции. Идеальный лук для бранча с Даниэлом Грачевым. Я выгляжу, как истинный художник. Я не могу сказать, что вот прям супер здорово смотрится, как ты завязала эту рубашку. Возможно, для того, чтобы объединить эти две вещи, все-таки потребуется, ну, предположим, какой-нибудь жакет. Но, в общем-то, на мой модный бранч ты так можешь прийти. Звучит, как что-то кондитерское. Если честно, я не знаю, что такое канатье. Но звучит схоже с Мон Бантье. Это не конкурс талантов, да? Мы тут не рифмы и ищем. Нам нужно узнать, что такое канатье и найти эту вещь. Так, возможно, это какая-то шляпка или сумочка. Я все-таки подозреваю, что это скорее аксессуар. Я допускаю, что это вот это. Я не знаю, идет ли мне такое. Будем делать вид, что идет. Она берет шляпу, канатье, приличную модную вещь и сомневается, идет это ей или нет. То есть рога тебе шли. Я беру эту шляпку и, надеюсь, дополнительные баллы будут мои. Спасибо большое. Даниил, ты будешь в экстазе от моего великолепного образа на своем бранче. Я иду только за победой. Наконец-то сегодня день финала. Я этого ждала. Посмотрим, в чем придут эти девчонки. Вообще, я надеюсь, что она прикроется. Все-таки к приличному человеку идет на бранч. Я думаю, что навряд ли. Я думаю, сейчас произойдет какое-то землетрясение. Распахнутся эти двери. Войдет гелава в огромных платформах, в леопардовых лосинах и, возможно, зеленым париком на голове. Какой ужас. Я выбрала такой образ, потому что рубашка делает его достаточно деловым, а шорты показывают, что у нас тут что-то может быть и пикник. Отвратительно. Это то, чего я добивалась. Те, у кого нет вкуса, считают это просто омерзительным. Наряд был логичен для гелавы, потому что я думаю, она в принципе не знает, что такое бранч. Она никогда не была в обществе приличных людей, никогда не общалась с кем-то на уровне Данила Грачева. Ты ноги побрила? Не вижу отсюда. Можно я посмотрю? А ты побрила ноги? Можешь погладить даже. О, боже мой! Тут колготки точно сто процентов не нужны. Ковер с начесом. Я у мужчин таких ног не видела, как у нее. То есть у нее на ногах волосы реально длиннее и гуще, чем мои волосы. Вику это трогает, потому что у нее, во-первых, мозги силиконом заплыли, а во-вторых, ее муж не трогает. Поэтому ее сейчас все трогает. Зайка моя, ты же идешь на бранч, гуру моды. В чем ты пришла? Рубашка мужская, значит, из мужского отдела. Очень мне нравится пояс. Мы идем все-таки на бранч. На бранч главное что? Главное не пережрать. И этот поясочек, он как бы сдерживает, сдерживает, когда говорит уже, вот гелава хватит, я сейчас лопну. Гелава хватит. У тебя разве есть такой стоп, что гелава хватит? Мне кажется, тебе даже ремень не поможет. Не поможет. Гелава и наестся, я думаю, что это совершенно несопоставимые слова. И пояс ей никак не поможет в этом. Ты шляпку взяла, чтобы остатки еды забрать? Марьян, я не знаю, может, ты забираешь остатки еды с мероприятий домой и говоришь, что это для собаки, а потом сама это ешь. Но я таким не занимаюсь. Это мое конутье, которое я нашла, потому что обладала достаточными знаниями в сфере моды. И это дало мне один лишний балл. В любом случае, у меня уже есть один балл, который приближает меня к победе, потому что я справилась с заданием от Люси. Это будет у тебя первый и последний балл. Хорошо, Зай. Гелава, все было мерзко, убого, не по размеру. Но мне жалко убогих. Жалостливый я, добрый человек, поэтому шесть. Я уверена, что я стану богиней шопинга. Я уже чувствую, как пахнет победа. Будут два шара на выкат передних вот этих ее самых заметных. Задние так себе. Губы, которые раздуваются от филера. Но, в принципе, больше ни на что я думаю, денег ей не хватит. Она не привыкла нормально распоряжаться деньгами. Она как-то подотвыкла, сама их не зарабатывает, все муж дает. Но такое было актуально, наверное, в 15-м году и в то время. И носили это не женщины, у которых двое детей, а 20-летние девочки, извините. А что, с пувком открытым пойдешь на бранч? Конечно. Не стыдно? За мой нет. Как по мне, она пришла, ну, чистая, как в трусах и в лифчике. Сверху пиджак накинула. С костюмом оверзайз нельзя надевать закрытые какие-то кофточки, блузки, рубашки, потому что это будет выглядеть как мешок. У меня есть красивый животик, почему бы его не показать? Солнышко, ты точно на бранч идешь, а не на похороны своего бывшего? Марьяша, ты свой саратовский ротик прикрой, пожалуйста. Нет, на похороны ходят в том, что в чем-то приходило на знакомство. Привет. У тебя выпускной? Ну, если только у твоей дочери. ты потратила эти деньги, которые тебе дали на очередной укол в губы? Решила не покупать, а просто собрать что-то из групп в интернете «Отдаю даром»? Слушай, ты мне в этом прикидив, во всем, в общем и целом, напоминаешь мальчика из деревни, знаешь, такие деревенские оборванцы, такие бегают по деревне и творят всякую дичь. С мальчиком я скорее тебя сравню, твои кудрявые ножки, но ни в коем случае не меня. У них тоже трусы наружу и вот эти вот шляпки соломенные, чтобы у них башка от солнца не сгорела. Ты выехала из деревни, но деревня из тебя никогда не выйдет. Прям чувствуется сиськи на выкат, надела все типа модно, но на тебя не села. Постоянно отдергиваешь эти штанишки, они с тебя сваливаются. Ты умеешь читать? Ты видела циферки какие там? Выбирай по размеру, но нет у тебя попа, кардашьян. Ну, смирись, но пока не накопила на имплант. Старушка пытается в моду. Где-то зачитала в газетке в своей старческой, когда ехала на дачу, что модно оверсайд. Но не поняла, что это значит, потому что знаний недостаточно. И решила, что любой размер, который больше ее, подойдет под эту категорию. А что ты думаешь, что ты думаешь мне абсолютно по барабану? Если бы у тебя был прикрытый животик, если бы у тебя было какое-то ожерелье, какие-нибудь красивые браслеты, если бы канатье на тебя смотрелось как канатье, а не как колхозная шляпа деда, я бы поставила тебе все 10. Но пока извини. Мой образ станет лучшим и самым подходящим для нашего задания бранч Даниилом Грачевым. Поэтому я стану богиней Шоппина. Выйдет в каком-то красном лакированном платье, из которого будут выбиваться какие-то шипы с рогами на копытах по-любому. Копытах или копытах? Неважно, я не русская, мне можно. Распахнулись двери, я вошла, и у Вики начался нервный хохот. Бедная старушка, наверное, сразу поняла, что она проиграет, и надо было как-то прикрыть свое разочарование. Ты моя зайка, ты моя маленькая. Что ты за девочка такая? Просто такая тютенька, малюсенькая, Марьяночка, буквально там второй-третий класс, а-ля. В каком ты классе, моя хорошая? Ну, я хотя бы не сыплюсь, как некоторые. Наша бабушка Вика, мягко говоря, слегка завидует моей моложавости. Я тонкая, изящная, аристократичная, у меня красивая бледная кожа, изящные, тонкие запястья. Я вся легкая, воздушная. А свитер, какого на тебе размера, я боюсь спросить? Где твои плечики? В районе локтей? Это из моего шкафа, свитер, малыш? Я могу сказать только одно. По цвету ты угадала. Ты смотришься гармонично. Твои фиолетовые волосы, голубенький цвет свитера и синенькие твои ножки. Хотя бы не красное платье. Бабуль, я помню, что ты прочитала слово оверсайз. Да, бабуль. Но смотри, оно означает не снять костюм а взять вещь из женского дела. Нет. Просто размерчиком побольше специально пошитую в оверсайз. На ярком человеке это смотрелось бы хорошо. Когда у человека есть типаж, когда есть харизма, какая-то натура. Но на ней, ну, ну, поганка, честно. Я, в отличие от вас, мои маленькие фиолетовые, хотя бы элегантно справилась с заданием. Оно сюда подходит. Одна Том Сойер, другая собачья миска. Ты идешь на бранч к стилисту, но оделась как 13-летняя девочка, которая танцует в группе кей-поп. Вот туда отлично. Еще юбочка, наверное, с шортиками. Американские подростки, вот им лень одеваться в школу, они надевают первое, что под руку попадается. очень часто это такие свитера. Она надела это, это ее выбранный лук, это она выбирала. Возьми сосочку, иди присядь. Марьяшечка, зайка, извини, звезды сошлись, и образ твой г... Я победить хочу, поэтому первоклашечка, садись, тебе кол. На самом деле, мне на ваше мнение совершенно плевать. Я жду оценок Даниила Грачева. Привет, девочки! Выглядите просто потрясно. И смотрю, что все справились с моим заданием и нашли канатье. Предлагаю узнать, какие оценки вы поставили друг другу. Марьяна, ты сегодня получаешь от соперниц 7 баллов. Гелава, тоже 7 баллов. Вика, как ты думаешь, какой балл от соперниц у тебя? Я надеюсь, хотя бы 8. 7 баллов. О, отлично! Ну, а теперь давайте узнаем, на одной ли волне с вами Данила Грачев. Ведь именно от него зависит, кто станет победителем нашего шоу. Первый свой конверт открывает Марьяна. Марьяна, вариации на тему школьной формы или же чирлидерши мы видели уже неоднократно. И хотелось бы, чтобы твой образ был более модным и более запоминающимся. Ты выбрала две скучных вещи, попыталась их как-то объединить, но я не могу сказать, что это идеальный модный лук для фэшн-бранча. Поэтому за свой образ ты от меня получаешь 4 балла. Следующий свой конверт откроет Гелава. Гелава, вот смотри, оказывается, в общем-то, можешь подобрать одежду, которая выглядит, ну, как минимум, симпатично. Такой тренч в твоем гардеробе должен быть. Но было бы хорошо, если бы ты еще и разобралась с размерами. Он выглядит маловатым для тебя. Но для того, чтобы получить от меня десятку, нужно, конечно, постараться. Мне кажется, ты с этим заданием справилась не на 10 баллов, а только на 5. Вика, твой черед? Ой, я боюсь. Вика, твоя комбинация мне кажется довольно-таки забавной. Мы видим такой классический брючный костюм, но у него есть декоративный пояс и разбавляет всю эту серую массу в такой вот топ-корсет. Единственное, что брюкам не хватило длины, и мне хотелось бы именно для статуса фэшн-образа каких-то дополнительных аксессуаров, которые бы подчеркнули бы этот момент. Мне твой образ в целом понравился, хотя он не доработан. Поэтому от меня получаешь 6 баллов и приглашение на мой модный бранч. И ты становишься богиней шопинга на этой неделе. Ну что ж, пусть у нее остается хотя бы этот приятный бонус от жизни. Хотя бы что-то в этой жизни она выиграла. Выходи ко мне, я тебя поздравляю с этим прекрасным званием, с этим титулом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok